Этой осенью в стране начнутся клинические испытания отечественной вакцины от COVID-19. В разработке сразу пять препаратов. В два раза будет увеличено и производство масок. Об этом говорили на заседании правительства. Андрей Деменок о перспективах и мерах по недопущению распространения инфекции. Это первое заседание Кабинета министров после небольшого и вынужденного перерыва. Ранее Оскар Мамин и несколько министров приняли решение самоизолироваться после того, как инфекция была обнаружена у главы Минздрава Елжана Бертанова. Сегодня в пресс-службе правительства сообщили, что у всех контактных повторный тест показал отрицательный результат. Однако с первых минут заседания стало понятно, что ситуация в целом по стране остается крайне сложной. За последнюю неделю в республике зарегистрировано 5485 случаев. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла почти в два раза. При этом число случаев с симптомами заболевания выросло в 1,3 раза. Представила Лиза Токтаева и новый дополнительный критерий для оценки эпидситуации. Это число контактных лиц, которые в среднем заражают один больной коронавирусом. Именно этот фактор будут учитывать при принятии решения об ужесточении карантина. Тем временем в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития доложили, что до конца года намерены увеличить производство медицинских масок более чем в два раза. На сегодняшний день мощность девяти отечественных предприятий позволяет производить 490 тысяч штук медицинских масок в сутки. Для увеличения объемов производства мы планируем до конца текущего года запуск еще четырех новых предприятий. В эти же сроки, то есть до конца года, в другом Министерстве образования и науки планируют приступить к испытаниям отечественной вакцины от коронавируса на людях. Один из пяти разрабатываемых в стране препаратов уже одобрили во Всемирной организации здравоохранения. Первая инактивированная вакцина – вирус нейтрализован под воздействием химических веществ. ВОЗ проверил протокол разработки инактивированной кандидатной вакцины и 15 мая включил свой список. Успешно проходит доклиническое испытание. В июне-июле будет исследоваться токсичность кандидатной вакцины на мышах и крысах и иммуногенность на хорьках и хомяках. От долгосрочных перспектив к нынешней ситуации министров вернул глава Кабмина. Аскар Мами настоятельно порекомендовал Акиматам обратить внимание на соблюдение санитарных норм в регионах, а главам профильных ведомств увеличить объемы производства средств индивидуальной защиты и аппаратов ИВЛ. Министерством индустрии, здравоохранения поручаю принять меры по увеличению отечественного производства средств индивидуальной защиты и обеспечить их доступность населению. Совместно с заинтересованными госорганами и Акиматами регионов поручаю сформировать достаточный запас аппаратов ИВЛ и резерв средств индивидуальной защиты, обеспечить их наличие в государственном материальном резерве. Также Аскар Мамин поручил подготовить целый комплекс новых мер по борьбе с распространением COVID-19, а также скорректировать нынешнюю работу с учетом ситуации в каждом регионе. Андрей Деменок, Хабар, 24.